Я готов отвечать на любые вопросы, в любом объеме, на любые темы. Вопросов действительно было много и на разные темы. Встреча проходила в молодежном центре. Символично, что первые вопросы прозвучали от молодого поколения нижнекамцев. Будут ли в городе развивать высокотехнологичные специальности? Появится ли возможность у молодых людей получать современные и востребованные профессии, не покидая город? Айдар Мершин отметил, что главная промышленная отрасль Нижнекамска – это нефтехимия. Сейчас в сфере среднего, профессионального и высшего образования упор делается на соответствующие специальности. Задача, конечно, расширять эту возможность. Расширять, чтобы молодежь имела больше возможностей для того, чтобы жить и учиться, а потом и работать в нашем городе. Пресс-конференция транслировалась онлайн. У любого зрителя была возможность задать вопрос через интернет. Многие касались программы «Доступная среда». К примеру, некоторые инвалиды не могут добиться установки у себя в подъезде пандуса. Мэр согласился, не все бывает гладко, но Нижнекамск, по его словам, один из немногих городов, который практически полностью стал безбарьерным. Я могу сказать, что оказывается в России всего три пляжа для людей с ограниченной возможностью здоровья. На всю Россию наш пляж – третий. И он никакой не сверхъестественный, никаких там особых условий. Они необходимы достаточно. И это, наверное, как-то на этом примере показывает, где мы находимся вообще как общество. Айдар Мершин почти 10 лет на посту мэра города. Его спросили, когда мы увидим нового главу. Градоначальник ответил, что резерв есть и смена растет. Сменяемость, ну еще раз говорю, это естественный процесс. Я никогда не думал, что я буду работать. Я не думал, сколько я буду работать, не знаю, сколько я еще буду работать. По-настоящему болезненные для города вопросы пошли позже. Дорога по проспекту Шинников, так называемая дорога Чайников. Как получилось, что в самом центре города, в деловом районе, асфальт отсутствует. Нет ни разметки, ни знаков, да и самой дороги, как таковой нет, просто бетонка. Работа в этом направлении давно ведется. По подсчетам администрации на благоустройство данного участка необходимо 400 миллионов рублей. Деньги в бюджете есть, но и других задач немало. К примеру, ремонт внутридворовых дорог. Давайте вместе сядем и вместе, вот они деньги, вот потребность. Прослезимся и вместе решим, куда вот эти деньги. Я готов с вами разделить эту ответственность и такой подход. Главный скандал этого года – дело Ильназа Пиркина. Молодой человек покончил с собой после пыток полицейскими. Подозреваемый под стражей. Начальник УВД отстранен от должности. На его место пришел новый, на плечи которого практически сразу легла задача, как минимум восстановить былой престиж Нижнекамской полиции. Личный состав в большинстве своем – это высокопрофессиональные, эффективные специалисты, которые честно работают, и результаты их работы мы видим. Наболевший вопрос – общественный транспорт. Некоторые маршруты приходится ждать по 40 минут. Это вызвало большую волну возмущений у горожан. Айдар Медшин поспешил успокоить, сказав, что в других городах еще хуже. Отдельно глава остановился на сотрудничестве города и Нижнекам с Нефтехима. Акционерное общество традиционно поддерживает многие социальные проекты. Большое количество школ были построены и сейчас под шефством предприятия. Айдар Медшин надеется, что взаимодействие между городом и градообразующей компанией в дальнейшем будет только укрепляться. Я про себя думаю, ну это же 50 лет назад не было этого производства. Представляете, сейчас в крупнейшей в Восточной Европе химический комбинат, который обеспечивает каждую третью Нижнекамскую семью работой устойчивой. Социальный пакет – это не просто так. То, что там что-то дымит, что-то там это создает и то. Это наше благополучие. И в этой связи я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, выразить слова благодарности. Позволю себе от всех Нижнекамцев. Потому что это действительно наше базовое предприятие. Сейчас на различных уровнях обсуждается реализация в городе некоторых крупных проектов. Это реконструкция дамбы стоимостью 700 миллионов рублей. Обсуждается и строительство большого футбольного стадиона. В разработке проект новой трамвайной ветки. Конечно, невозможно, наверное, ответить на такое количество вопросов, конкретно на каждый, и дать полноценный ответ. Потому что есть и другие структуры, которые взаимодействуют тоже с мэром. Поэтому какие-то вопросы были. Вот я на свой вопрос получила хороший ответ, какой, в принципе, и ожидал. А какие-то вопросы, может быть, остались немножечко недоработанно. Но я думаю, что это будет решаться, взято на карандаш. И со временем мы получим положительный результат. Пресс-конференция прошла в тёплой дружеской атмосфере. Разговор между средствами массовой информации и властью, что называется, завязался. Алмас Кашаев, Лисан Саитова, телеканал «Нефтихим». Мол. Мол.